Время исполнения долгов Вот эти две диаграммы, в них наличие метода поля В не означает, что, скажем, у класса B, как у наследованного от класса А, соответствующего поля В нету. Конечно, оно там есть. Вся идея метода Resolution Order состоит как раз в том, чтобы понять при наследовании от какого из объектов брать соответствующее поле, в случае, если он это поле перебил. То есть нам нужно наиболее актуальное поле В. Для объекта D, когда мы занимаемся методом Resolution Order, нам нужно наиболее актуальное поле В, и это поле, конечно, объекта C, а не объекта A. И вот эти диаграммы, они иллюстрируют, как обход в глубину не приводит к нужному результату, потому что в глубину слева мы добираемся до поля В раньше, чем до поля В перебитый объектом C. И объект, и обход в ширину тоже не приносит нужного результата, потому что мы до поля А.В добираемся раньше, чем до поля В. Еще раз, у всех этих объектов есть поле В, разумеется. Вопрос не в том, есть оно у них или нет, а в том, кто из них последний, наиболее актуально перебил соответствующий поле. Вот. Стало быть, обход в ширину и обход в глубину не годится для поиска наиболее актуальных полей. Вот. Тот метод, вернее, тот алгоритм, который требуется, называется линеаризацией. Вот линеаризация обладает двумя свойствами. Свойства монотонности, которые требуют, чтобы поиск соответствующего поля в объектах... Допустим, у нас есть объект С, ну, класс С, он пишется в начале этой самой линеаризации. И, допустим, есть класс В и класс А, которые являются родительскими для него. Так вот, свойство монотонности говорит нам о следующем, что если для объекта С мы сначала ищем поля в С, потом в Б, потом в А, то для любого объекта Д, который является дочерним по отношению к С, мы должны искать поля сначала в Д, потом в С, потом в Б, потом в А. То есть при наследовании сохраняется порядок поиска. Легко видеть, что наша проблема обходов и в ширину, и в глубину как раз в том и состоит, что порядок поиска нарушается внезапно. Вот. И второе свойство, которое требуется от нашей линеаризации, это свойство уже соответствия синтаксу самого питона, а именно соблюдения порядка объявления. Когда мы пишем, что класс С унаследован от Д и Е и Ф, это значит, что Д и Е и Ф должны встречаться в линеаризации именно в этом порядке. Вот. Ну вот. Весь алгоритм РОДС3, method resolution order под названием С3, описан на Вики, описан вот в этой прекрасной статье. В какой прекрасной статье? В какой-то другой прекрасной статье. Ну, в общем, вот здесь, вот здесь, в общем, много где. Вот. Вот в этой прекрасной статье я вспомнил. На сайте Python.org. Вот. Изобрели его довольно давно, еще до питона 2.3. Мне никогда не было понятно, зачем в этот самый метод resolution order, в саму линеаризацию вставлять не только линеаризацию всех наших родительских классов, но и сами классы в конец, вот сейчас я покажу, вот здесь вот, когда описывается линеаризация, они пишут, что вот, линеаризация от класса С, который зависит, который дочерен по отношению к B1, BN, это сам класс С плюс линеаризация от B всех, в смысле, линеаризация от B, а также самих классов B. Вот эта последняя часть мне совершенно не очевидна. Я так и не понял, в каких случаях она нужна, потому что очевидно же, что вот этот B1 будет содержаться в линеаризации L от B1. Вряд ли так случится, что сокращая вот это, сливая вот этот кусок, мы все сольем, а здесь еще что-то останется. Потому что каждая из этих линеаризаций начинается на тот класс, который линеаризуем. Возможно, я что-то путаю, если кто-то мне объяснит, зачем вот этот хвостик в этом алгоритме, я буду бесконечно благодарен. В любом случае, выбрасывая этот хвостик, мы получаем совсем простой алгоритм, который готов объяснить прямо сейчас. Вот, а именно, мы берем и говорим, что линеаризация графа наследования классов для нашего класса, это просто объединение всех линеаризаций. А объединение происходит по очень простому принципу. Мы рассматриваем вот этот список всех линеаризаций слева направо, выбираем самый первый попавшийся, самый левый класс. Если этот левый класс не является ничьим предком, то есть мы попали на его самое первое, самое последнее объявление, самое последнее, как бы, участие в дереве. Это хороший годный класс, он добавляется в линеаризацию, ту, которую мы строим, в целевую, а из вот этого списка, который мы пытаемся объединить, удаляется. Если же он является чьим-то предком, то сейчас его добавлять не надо, потому что это как раз ситуация, ситуация, что мы добрались до АВ раньше, чем до БВ. А является предком В, поэтому А нельзя добавлять туда. Вот. Так что если он является чьим-то предком, этот самый класс, то мы его пропускаем и переходим к следующему классу. Вот. Пример. Вот, допустим, у нас такое дерево классов. Есть прям обжект, есть Д, Е и Ф, которые унаследованы от этого обжекта, и есть множественное наследование С, унаследованы от Д, Ф, Б от Д, Е, но А от Б, С. В результате у нас получается то самое рыбовидное наследование, да? Вот эти все Д, Е и Ф, они унаследованы от О, а А унаследованы от Б и С. Вот. Давайте посмотрим, как выглядит линеризация. Линеризация для О – это просто сам О. У него нету никаких дочерних классов, ну, в смысле, он обжект. Линеризация от Д – это, собственно, Д, вот по этому правилу, да, Д. И список всех линеризаций родительских классов, а в данном случае просто О. То же самое от Е, то же самое от Ф. Дальше пошло множественное наследование. Линеризация от класса Б – это сам Б, и слияние двух линеризаций от Д и от Е. Про Д и Е мы уже знаем, это Д, О и Е, О. Как мы определяем эту линеризацию? Мы смотрим на самый первый попавшийся класс, на Д. И он хороший или нет? Он не является ничьим еще предком. Нет, не является. Отлично, добавляем. Значит, Б плюс Д плюс слияние вот этого. Смотрим на класс О. Он является чьим-то предком? Да, является. Он в линеризации для Е участвует во второй позиции, не в первой. И это значит, что он не очень хорош. Переходим к следующему. Переходим к Е. Хороший класс, хороший класс, он уже не является ничем предком. Добавляем в линеризацию Е. Проверяем О. Хороший класс, хороший класс. Добавляем в линеризацию О, удаляем отсюда, получаем пустой список. Значит, линеризация от Б – это Б, Д, Е, О. Абсолютно точно так же строится линеризация для С. С, да, это С, это Д, Д, Дальше, Ф, ну да, Ц, Ц, Д, Е, ну да, правильно. Линеризация для С – это сам С, а мы сначала ищем поля в самом классе С, потом Д, потом Ф, потом О. И, наконец, целью нашего алгоритма является линеризация вот этого сложного ромбовидного наследования по тому же самому принципу, да. Давайте попробуем. Значит, линеризация от А – это А плюс слияние двух линеризаций от Б и от С, которые мы только что посчитали, вот этой и вот этой. И давайте прям по этому принципу мы и посмотрим. Значит, Д, Е, О и… значит, Б, Д, Е, О и Ц, Д, Ф, О. Б – хороший, годный класс, не является ничьим предком. Отлично, выносим его в линеризацию и удаляем отсюда. Д – является предком класса С, не годится. С, приходим к другому списку, С. Хороший, годный класс, добавляем. Начинаем сначала. Д – теперь Д является хорошим, годным классом, потому что он уже ничьи не предок в этих вот, в оставшихся списках. Добавляем его. Е – хороший, годный класс, добавляем его. О – вот тут пропущено О не является, значит, О не добавляем, переходим к Ф. Ф является хорошим, годным классом. О – О, получаем вот такой список. Значит, вот здесь ошибочка, здесь еще надо было проверить О, да? После Е идет О. Мы его проверили, он не годится, потому что он является предком Ф пока что. Получили А, Б, С, Д, Е, Ф, О. Ну, собственно, метод МРО нам покажет ровно то же самое. В питанчике. Теперь давайте себе вообразим ради примера еще две вещи. Первое – это что мы вместо ДЕ вот здесь написали ЕД. И все вот это дерево разбора, дерево линеаризации по алгоритму С3 внезапно переехало, и теперь оно выглядит вот так. Да? А, Б, С – это понятно. Нет, погодите. Вот. А, Б – это понятно, а дальше нет. Дальше Е, С, Д, Ф. Потому что теперь Б и С несимметричны немножко, да? Вот. Такие дела. Проверьте сами, как это работает. В принципе, прям совсем-совсем заучивать наизусть вот это все необязательно, потому что такие ситуации в жизни встречаются довольно редко. Вот. Единственное, что стоит знать на эту тему, что мы можем попасть в ситуацию, когда этот алгоритм вообще не дает хорошего результата. Сейчас вот покажу в этой статье, есть прекрасный пример. Вот. Вот прекрасный пример. У нас есть класс Х, унаследованный от О, класс У, унаследованный от О, класс А, унаследован от Х, У, и класс Б, унаследован от Y, Х. Если мы сейчас попытаемся построить класс, который у наследен от А и от Б, то мы в какой-то момент разбора попадем в ситуацию, когда каждый из оставшихся объектов в этой самой вонобиле-линеаризации является предком другого. Сейчас покажу, где-то там в конце все это нарисовано. Вот. Именно потому, что порядок следования разный, а у нас был у наследен от XY, а Б от YX, вот такую линиаризацию разрешить невозможно. И это хорошо, а не плохо. Потому что мы, правда, таким способом впадаем в ситуацию, когда мы не знаем, к какому из классов идти за соответствующим полем, если его не перебили ниже. Вот. И в этом случае питом выдаст действительно ошибку. Такие дела. Это первый мой должок за прошлый раз. И второй должок относительно метода Супер. То, что я пытался рассказать про него относительно того, что он как-то влияет на порядок просмотра, это, как выяснилось, неверно уже. Вот. Супер играет гораздо более интересную роль. Да? Что такое Супер? Супер – это как бы обращение к объекту базового класса. Ну, не базового, а родительского класса. В случае обычного наследования от одного класса – это действительно обращение к объекту родительского класса, как если бы он существовал. А вот в случае множественного наследования Супер – это обращение к такому несуществующему объекту, который представляет собой некую совокупность полей объектов всех базовых классов. То есть сам метод Супер возвращает не класс, а объект, ну, прокси-обжиг. Ну, этот прокси-обжиг содержит все поля базовых классов сообразным РО. То есть фактически всю линеризацию минус поля нашего собственного объекта. Вот. Такая вот штука очень удобная для использования и не очень простая в реализации, если вы попытаетесь реализовать эту штуку вручную. То есть он просматривает сообразно алгоритм РО, все поля всех наших объектов, для того, чтобы их найти нужное, наиболее актуальное, наших классов. Вот. Как если бы мы изготовили из этого специальный объект такой. Вот. Прокси-обжиг. Рекомендуется его использовать. Так. Значит, и это был должок за прошлую лекцию, теперь, собственно, сегодняшняя лекция. Сегодняшняя лекция называется «Исключение», но в ней не только исключение. Просто исключение, то, что мы вообще-вообще не успели в прошлый раз, из-за того, что я сильно запутался. Ну, вот, теперь мы распутались. Прежде чем поговорить про исключения, давайте посмотрим в стандартный питончик. Прям стандартный. Вот. В котором... В разделе built-ins есть много каких-то имен. Некоторые из этих имен нам знакомы, а некоторые нам не знакомы вообще. Например, вот среди вот этих имен мы знаем почти все. Помните, что такое all и any? Это такие логические операции волшебные. All это такой... Все время путаю. Конъюнксы это у нас... И, да? Так вот, all это конъюнксы по всем параметрам, а any это дизъюнксы по всем параметрам. Вот. А, ну да. По всем параметрам это по всем параметрам. Вот. А any это дизъюнксы по всем параметрам. Вот. Ну да ладно. Я, собственно, про что? Я, собственно, вот про это. Об этом разговор чуть впереди. Это, собственно, все самые исключения, про которые мы будем говорить. И про разные такие штуки, как, например... Ой, это даже не функция, обратите внимание. Вот это у нас функция. А static method это такой класс. Или, например, там есть еще... Класс метод, если не ошибаюсь. Класс метод. Вот. Что это за штуки такие? Еще, по-моему, есть property. Точно. Вот. Статик метод, класс метод и property это стандартные декораторы. Ну, в случае property не только декораторы. С помощью которых вы можете реализовать такую штуку, как... Ну, static метод, класс метод, если их property. Сейчас расскажу. Значит, что такое класс метод? Класс метод с точки зрения питона это не то же самое, что метод класса с точки зрения большинства языков программирования. Потому что мы с вами помним, что в питоне метод класса это просто функция. Помните, во время первого нашего разговора про класса я просто брал и определял функцию, засовывал ее в класс, туда в namespace, потом порождал экземпляр этого класса и там внезапно этот метод класс превращался в метод. Эта функция, лежащая в классе, превращалась в метод. Я этот трюк проделал, по-моему, несколько раз, но не хочу проделать еще раз. Почему-то недоверие в лицах. Показать еще раз? Хорошо. Яки вы. Должны были помнить. Да? Смотрите. Фун. Это функция. Говорим, c.mmy равняется фун. c.mmy. Это функция. Вызовем ее. Соорудимый экземпляр класса c. c.mmy. Фигак это метод. Вызовем его. Ну, вот этим самым метод отличается от функции. То есть, во всем этом многообразии нет понятия метод класса вообще. Так вот, в питоне методом класса называется такой метод, к которому вот сюда приезжает не связь с объектом, а связь с классом. Вот и все. Такое иногда бывает нужно. Ну, например, чтобы порождать объекты этого типа. И делать это так. Как я уже говорил, декоратор. Видали? Он является методом для самого класса. Вот здесь у нас вот это мы-мы, это просто функция. А вот здесь вот прям метод. Соответственно, когда мы говорим d.f от 1, 2, 3. Более того, когда мы говорим вот так вот, там все равно приезжает ссылка на класс. Вот и все. То есть, класс-метод – это такой метод, который чудесным образом приехал в класс уже в виде метода, а не в виде функции. Иногда бывает нужно. Тяжесть непонимания в голове. Давайте, хоть кто-нибудь оживите, скажите, покажите лицом, чтобы все поняли. Когда я понимаю. Что? Когда бывает. Смотрите, тогда это бывает нужно, например, в случае, если вам каждый раз приходится для того, чтобы добраться до типа этого самого. Что вам не нужна ссылка на self. Вам нужна ссылка на класс, например, изготовить объект этого типа. Чтобы дать мне сделать. А то у вас там сто-пятьсот раз он встречается по тексту. Ну, зачем это надо? Более того, чтобы вообще не было возможности даже случайно перебить поле этого самого объекта. Да? То есть, ваш метод задизайнен таким образом, чтобы в нем не надо… Вы заранее знаете, что вам не надо доступаться до полей объекта. Вам нужно только до полей класса доступаться. То есть, вам вообще не приедет ссылка на объект. Вот. То есть, вы как бы немножко себя огораживаете от случайного, ненамеренного залезания внутрь ненужных мест. Вот. И та же самая фишка со static методом. Static метод, догадайтесь, что это такое? Извиняем? Да нет, это просто такая функция, которая и внутри объекта видна тоже как функция, а не как метод. Ну, сейчас покажу. Нет, я что-то личное написал. Сортатик. Слушайте, а давайте я запишу вот такое. Удобно же. Лишний энтер пришлось писать, потому что bpython, видите, он такой. Ну вот, смотрите. Все вроде нормально, функция такая. Упс. Чудесным образом, когда вы конструируете, когда вы конструируете с помощью класса f, экземпляр класса, этот самый static метод не перестает быть функцией. Ну и разумеется, там, e.f, раз, два, три. Вот и все. Опять же, это нужно, чтобы даже случайно не попытаться забраться в свои собственные поля. Вот. Кстати, а что будет, если вот так мы скажем? Все как надо. Как реализована механика этих двух декораторов, они, я так думаю, написаны на питоне. Вот. Вы помните, что такое декоратор? Это функция, возвращающая функцию. Ну или класс, возвращающий функцию, потому что класс, он тоже callable, да? Ему в качестве параметров конструктора приезжает вот этот самый f, а дальше он с ним что-то такое делает, как-то волшебно его жует. Все это реализовано посредством анализа внутренних всяких полей, вот. А для нас, как для программистов, мы прям вот вынь да положь. Вот вам, пожалуйста, метод, у которого в качестве первого параметра всегда приезжает только класс и никогда не приезжает объект. И вот вам, пожалуйста, метод, который вообще не метод, а функция, потому что у него даже при доступе изнутри объекта, даже при доступе изнутри объекта, видать, видать, в качестве первого же параметра приезжает, собственно, параметр, а вот этот вот self не приезжает. Вот и все. Чуть более сложная штука, и это то, что я сказал о проперте. Проперте имеет отношение к понятию getter-sitter. Помните, был вопрос, а как запретить записывать? Вот. Вот, кстати, давайте попробуем, что будет, если мы используем слово проперте. Давайте для начала мы будем использовать как декоратор. Проперте. Сейчас я вспомню. А, прямо икс. Дев фиелад. Селф. 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 Вот. Вот. А можно ли вас на тему сменить, а то на доске очень плохо? Хорошо, вернемся к нашему питончику. Тут так лучше ведь видно, да? Хорошо, ну сказали бы сразу. Хорошо, сделаем так. Я попробую заняться перекраской темы, сделать такую яркую, нарядную, попугайскую. Благо терминальчик позволяет не только 16 цветов, а 256, вот. Хорошо. Может быть имело смысл, может быть имело смысл уже это все в редакторе делать, конечно. Вот. А, нету икса, есть именно property. Видите, он говорит, что это property object специальный. Если мы скажем P.field, да? А, да, значит, теперь мы говорим P равняется P. P.field. P.field равно, там, не знаю, 42. Ага. Кто спрашивал, как защитить? Вот, как это устроено? Это очень просто устроено. Вот этот декоратор property, он, естественно, жует вот этот самый, вот эту функцию field, и для нашего, для нашего класса P генерирует setItem, getItem, вот это все. И setItem, который сгенерировал декоратор property, говорит, что нельзя так делать. И вызывает, соответственно, исключение атрибута E.R. Вот и все. Просто в этом классе, на самом деле, перебит метод setItem, который конкретно смотрит, что если мы лезем в поле, которое называется field, то нет. Вот. Более подробные вещи можно делать вот так. Вы можете сказать декоратор property для getItem, getItem, декоратор setItem для setItem и декоратор deleteItem для deleteItem. Соответственно, у вас заводится поле, которое называется x, а вот это поле внутреннее, оно как бы не используется. Вот. И это вот, вот этот метод вызывается для доступа к полю x на чтение, вот этот метод вызывается для доступа к полю x на запись, а вот этот метод для доступа к полю x на удаление. Давайте прям... Прям вот... Попробуем сделать вот так вот, да. Че? Нет, давайте уже там в редакторе. А, такой был. Кстати, вот так видно, да? Здесь тема нормальная. Или давайте еще раз посмотрим, да, на него. Итак, у нас декоратор property говорит про то, что мы... Как мы перегружаем доступ на чтение, декоратор setItem, как... Он же getItem, да, если кто знает термин setItem, getItem, Ну, декоратор property, это он же getItem. Вот. SetItem, обратите внимание, это setItem конкретно нашего поля x. Видите? Если мы хотим определить еще и setItem, мы говорим, x setItem вот такой, x deliter вот такой. Ну вот. Давайте теперь запустим. И напишем p равнее... Да, давайте сначала посмотрим, что у нас в pet лежит. А в p у нас лежит только x. Все вот эти штуки, их сожрал декоратор, он что-то с ними сделал. Да? p.x. p.x. Это такой property. Вот, видите? Там даже больше всякого интересного. Надо почитать документацию, что еще с ними можно сделать, с декораторами. Ну, идея состоит в том, что когда мы говорим, когда мы говорим вот так вот... p.x. Ага. Равно 100500. Вот. Дел. p.x. Вот. Вот. Ради интереса можем даже тут написать какую-нибудь, какую-нибудь диагностику, да? Там наш любимый эхо ку-ку. Да? Эхо. Не эхо ку-ку, а print. Print. Set. Дер. Ой. Здесь у нас гейтер. А здесь у нас делитер. О, да, конечно, спасибо. Хорошо, что вы за этим следите. А здесь делитер. Я специально сделал разных размеров буквы, чтобы они лучше друг от друга отличались. Ну вот. Мы обратились к гейтеру, но никакого поля x еще у объекта нету. Вот. Надо было в нити поставить, но мы не стали делать и нит. Поэтому его еще нету. Хорошо. Мы обратились к сеттеру. Вот он. И теперь оно есть у нас. Мы обратились к делитеру. Ну, собственно, вот. Идея состоит в том, что вы сами определяете правила вот здесь, вот здесь и вот здесь. Что, собственно, происходит, когда вы вызываете гейтер, сеттер и делитер. Такой типичный шаблон поведения, типичный программистский шаблон для реализации более сложной штуки, чем просто поля класс. Кто-то спрашивал про вот это вот. Я обещал про это рассказать, я расскажу. Такие дела. Вопросы по этой части. А, да. Значит, вы можете сделать вот так. Да? Вы можете понасоздавать соответствующих гейтеров, сеттеров и делитеров и потом сконструировать еще из них проперти. И этот вариант, вот этот вариант, хуже тем, что у вас в namespace вашего класса C залипнут get, set и дел. А здесь не залипнут. Кстати, не факт, что давайте попробуем. Я думаю, что да. Да, видите? То есть, идея стоит в том, что когда мы вручную... О, а дальше все то же самое же, да? Что там? Это property object. Он пустой, потому что он пустой. Вот. Потому что он нон. Видите? Тут есть и нит соответствующий. Так вот. Идея стоит в том, что когда мы делаем это вручную, у нас... От нас зависит, чтобы вот этот... Чтобы в этом namespace не залипли вот эти самые методы, которые мы передали нашему конструктору property. А когда мы делаем... Когда мы делаем... Когда мы делаем это с помощью декораторов, они сами заботятся о том, чтобы... Чтобы вот этот дев, ну, приехал в нужное место. И у нас остается только X в результате. Вот это выглядит намного... Как-то... Намного таинственнее, но ничего таинственного на самом деле не происходит. Да? Мы просто... Просто перебиваем... Перебиваем соответствующие методы внутрь... Внутрь... Внутрь нашего... Внутрь нашего property object, который называется X. Ну вот. Кстати сказать, вот тут уже... Я боюсь ошибиться, но кажется, я прав. Вот тут уже декоратор, как просто синтаксический сахар вида... Сначала определим функцию, а потом переопределим ее, как результат работы, другой функции. Да? Тут он уже... Его... Вот здесь невозможно воспроизвести руками. Вы не можете написать... Дев Х, а потом сказать... Сравняется X от чего-то там. Вот. Ну вот. Короче, либо так, либо и так. Если не заморачиваться, то вот вам, пожалуйста, значит, картина, которая... Гетеры и сетеры и делитеры реализует... Сообразно тому, как это принято в современных объектных языках. Так, если нет больше вопросов, то давайте пойдем поговорим про исключения. Значит, главное... Преподаватели очень не любят рассказывать про исключения студентам. Знаете почему? Потому что... Я это наблюдал много раз. Результат работы... Скажем так, результат работы неопытного преподавателя с этим самым делом состоит в том, что люди считают, что исключение – такой способ замазывать ошибки. Написал программу, она почти работает. Но иногда вываливается, типа, там, какой-нибудь тапьер. Особенно на питоне. Питон же у нас динамический. И там очень легко как-нибудь так намуклевать с входными данными, что у нас внезапно шмяк, и программа сваливается, потому что что-то не того типа, что-то там не делится, не умножается. Вот это все. Вот человек написал программу, она в некоторых случаях валится. Два варианта. Либо отлаживать, либо обмазать это трайк-зехом. Вот. И в случае, в смысле, трайк-септом, и в случае, если эксепт говорить, ой, сейчас попробуем еще раз. Вот. Вот это отношение к исключению, как к ошибкам, а к оператору трайк-септ, как к возможности эту ошибку замазать, это очень плохое отношение. То есть на самом деле исключение вообще не про это. Совсем. Вот. Исключение на самом деле, с точки зрения питона, ровно про одно. Это такой способ управлять последовательностью вычислений. Вот. Я это еще покажу. Давайте сначала разберемся с самими исключениями, а потом я покажу пример, который иллюстрирует, почему исключение... Ну, я надеюсь, большая часть здесь присутствующих знает, что исключение – это не способ замазать ошибку, а совсем другое. Вот. Ну, так вот. Значит, Среди вот этого многообразия... Сейчас найдем. Среди вот этого многообразия, наизусть, я помню, кажется, только две вещи, которые являются необрабатываемыми ошибками – это синтакс-ер и синтакс-ворнинг, но синтакс-ворнинг еще и не является исключением как таковым. Что-то такое надо сделать с питоном, чтобы эта штука обрабатывалась как исключением. То есть если у вас произошло исключение синтакс-ер, то оно происходит в любом случае. Это значит, что питон вообще не справился с парсингом той строки, которую мы ему предложили. И обработаться это нельзя. Потому что еще негде. Питон сначала пытается жевать ваш файл, а в нем уже синтакс-ер. Все остальные, возможно, за некоторым исключением, хотелось бы знать, за какими. Все остальные, вот перечисленные здесь исключения, обработать можно. И обработаются они легко с помощью клауза, с помощью оператора try. Выглядит как-то так. Самое типичное исключение какое? Zero Division, естественно. А, даже не так. For. Ну, как-то так. А, ну да. Вот, пожалуйста. Значит... Нет. Давай так. А, наоборот. Здесь будет и, а здесь и плюс один. Или минус один. Для красоты. Вот так. Вот. Вот он успел вывести два. Это минус два деленное на минус один. А потом он захотел вывести минус один деленное на ноль, и тут у него внезапно Zero Division ER вылезло. Вот первая итерация этого цикла произошла, а вторая итерация не произошла. Вот. Мы можем написать вот так. Try. Try. Собственно, что try? Что попытаться сделать? Except. Собственно, все. Значит, что произошло? На первом обороте цикла все произошло хорошо. На втором обороте цикла мы не смогли выполнить вот это питоновское выражение. возникло исключение. Это исключение мы обработали. Вместо него вызвалось вот это питоновское выражение. Собственно, где и что, собственно, и произошло. На третьем обороте цикла опять все было хорошо. Мы смогли вычислить вот это выражение. Все произошло. Все нормально. С точки зрения тщательного программирования уже здесь допущен некоторый недочет. Несильный, но недочет. Как вы думаете, какой? Да, значит, целых два. Во-первых, непонятно, непонятно, можно там не пищать? Спасибо. Вот. Непонятно, что за ошибка-то была? Да. Непонятно, что за ошибка-то была? Вот. Да что ж такое? Оно само? Круто. Нет, кто-то там обычно аплодисменты. Или они там теперь пищат хором? Ну ладно, бог с ним. Я буду делать вид, что я этого не слышу. Да, непонятно, что за ошибка-то вообще. То есть, на самом деле, любая ошибка, засунутая в этот трай, выглядит... Вот, например, вот такая. Смотрите. Упс. А что тут было? А у нас, это самое, у нас, мы обратились к имени, который не существует в namespace. Это вообще, вообще другая совсем ошибка. Но поскольку except общий, мы не знаем. Это первый недочет. И второй недочет состоит в том, что мы не знаем, собственно, в чем произошла ошибка. В этом выражении функции fun fun или функции print. Мы словили исключение, которое, возможно, было в трех местах. Здесь непосредственно при вычислении вот этих выражений. Вот здесь при вычислении функции fun or или вот тут при вычислении при вызове самой функции print. По-хорошему, по-хорошему, в идеале, ваше отлавление исключения должно быть атомарное. Вы должны очень жестко ограничивать тот контекст, внутри которого вы хотите поймать исключение. иначе вы можете словить чужую. Вот. Ну, что-нибудь такого типа, да, б равняется и минус 1 и минус 1, запятая 1. Да? Дальше, трай. рез равняется fun от а, запятая b. Да? Здесь print рез. А здесь напишем рез равняется как мы уже решили, куклу. Вот. То есть, тем самым, мы ограничили контекст только вызовом функции fun. Все, в остальном, в остальном, от предыдущего, от предыдущего недостатка мы пока не избавились. Че? Что я сделал не так? А! 1. И. О! Вот. Значит, и теперь второе. Да, действительно, мы можем какое угодно исключение словить, поэтому давайте пишем, здесь напишем что-нибудь accept как там, zero dv я же о! Он даже нам, видите, покрасил в коричневой цель. Плохо видно? не хочет. Пока не покрасил? ой, хуже. О! Так, не давайте мне с этим играть. Мама дорогая, нет. Все, 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 я сейчас, я сейчас перескрощу, извините, извините, пожалуйста. Нет, вечерний как раз темный, вот, эльфрод, самая, самая, самая яркая тема, это эльфрод. Вот. Значит, для меня просто чересчур яркая, а вам, наверное, хорошо видно зато. Не фигурят? Ёлки ваши, моталки. Короче, я понял. Пабло было? А, Пабло было? Да, он был хорошим. Вот, это плохой. Давайте еще один попробуем. Это все равно фиолетовый. Короче, Пабло, я понял, что надо делать. Значит, попробуем Пабло. А, ну да, в нем нет фиолетового, а зелененький видно. Хорошо. Ну так вот. Слушайте, мне не нравится. Значит, а, ну тут коричневый, сволочь, понятно. Нормально, конечно? Хорошо, договорились. Значит, зеродивижнер, вот теперь, теперь, если мы это дело запустим, у нас все будет работать, а если мы, допустим, какую-нибудь другую ошибку, то этот, этот, вот. Естественно, мы можем в try except поставить, поставить except. и здесь написать res, res равняется, ну допустим, кукареку, наши любимые, да? И она будет кукарекать в случае, если произошел name error, и куковать в случае, если произошел зеродивижн error. а если там, допустим, вот, а если там, допустим, произошел еще какой-нибудь exception, я уж не знаю какой, вот, то будет еще что-нибудь другое. Такие дела. Сейчас я вспомню. Где-то тут было еще в моем планчике S что-то. А, это прямо тут можно написать. Да? Вот эту сейчас уберем. Здесь напишем S E. По-моему, так это пишется. Сейчас попробуем. Во! Смотрите, мы можем, да, значит, не трудно догадаться, что вот эти все zero division error и прочие error и прочие exception это просто такие объекты Python. Можно даже написать, вот, давайте посмотрим, что это такое. Какого они типа? Zero division класс, zero division error. Вот. Это просто то, что к нам приезжает в качестве исключения, это просто такие объекты Python, с которыми можно работать как с объектом Python, вывести их на экран. Как видите, они хорошо выводятся на экран. Вот. У каждого из них, давайте еще посмотрим, что в них внутри лежит. У каждого из них есть namespace, вот, например, есть, например, поле arts, в котором дополнительные параметры могут лежать. Уже исключения же все разные. И, например, с некоторыми исключениями могут приезжать параметры там более-более хитрые, что там такое с ними творится, с этими исключениями. Вот. Сейчас мы это на вручную заданных исключениях посмотрим. Вот. Вы можете, кстати, вы можете, кстати, здесь вот написать, вот кажется, так вот. или через запятую. Сейчас я не вспомню. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Могу соврать. Не, не правильно. Кстати, не помню. Ладно, не буду врать. Потом посмотрим, можно ли объединить несколько исключений в одном эксепте или надо все-таки писать разные. Ну, тут у меня не написано, да, как. Вот. А, вот. Вот. Смысл исключений питоновских, почему их так много, почему они такие, состоит в том, что давайте где-нибудь найдем документацию по ним, в том, что сами исключения представляют собой иерархию классов. Иерархию. Я не зря говорил про наследование, да, до этого. Исключения в питоне это не просто объекты. Это объекты, которые друг другу представляют собой дерево. Так, это тюториум. Вот. И где-то тут должен быть документ. Документ. А, ну, это тут, да. А, вот, вот так это пишется, через скобочки. Я, я, я тормоз. Надо было вот так написать. Да, там. О! просто синтаксис такой. Не через запятую, а через запятую в скобочках. Вы можете словить одно исключение, несколько исключений одним эксцептом. Ну вот, это, это к слову сказано, но на самом деле я про другое. Я на самом деле про то, что все эти исключения представляют собой, представляют собой целую иерархию. Вот. Давайте куда-нибудь вот сюда вот сходим. Вот, целую иерархию. Я вот не вижу, есть ли какое-нибудь дерево, чтобы было красиво видно. Нет, нету. Ну и ладно. Короче, унаслены друг от друга. И смысл этого дерева состоит в том, что если вы перехватываете исключение более родительское, то оно хватает все исключения, которые от него унаследованы. Если вы пишете try и accept, допустим, exception, да? Ой. вот, то вы сейчас поймаете любое исключение, которое за очень небольшим, за очень небольшим вычетом. вот смотрите. Это был division by zero. Оно же поймает сейчас name error нам. Видите? оно же поймало name error. Вот. Оно же поймает нам и любое другое исключение опять же за вычетом очень небольшого числа. Дерево. если вы можете сами определять сейчас, давайте посмотрим, в какую сторону. Давайте так. Вы можете сами определять исключение как просто новые классы. Говорите, класс. Давайте прямо я скрипп еще со шпаргалки. А, ну тут просто B. B exception. Вот. Вот самый простой способ унаследовать исключение от базового класса exception. В принципе есть еще более базовый класс, называется base exception, кажется, но от него наследоваться не рекомендуется, потому что потом у вас будут проблемы, например, вы перехватите то, что перехватывать не надо. Кажется, даже синдекс error может перехватить случайно. Ну могу соврать. В общем, не рекомендуется наследоваться от base exception, а рекомендуется именно от exception. Вот. Это такой тоже класс. Давайте мы да, так сделаем. вот, мы наплодили exception, такие классы, в которых ничего нету. Помните, что означает оператор pass, да, не делать ничего. Потому что в питоне пустая строка, она является, ну, как бы разделителем, а тут вот нужно явно написать какой-то оператор. Вот, явный оператор не делать ничего. Вот. Тем самым мы B унаследовали от exception, C унаследовали от B, а D унаследовали от C. И если мы сейчас теперь напишем for, да, значит, извините, я забыл привести пример, когда можно самому возбуждать исключение, да. Ща. Че не так? А, не в ту сторону. Минус и вот тут. Вот. Надо просто писать race и дальше что-нибудь name error. У нас раз и возникло исключение name error. Мы даже можем написать сообщение какое-нибудь. И то же самое в коде, понятное дело, да? рейс кидает исключение. и оно ждет, пока его кто-то обработает. И вот здесь возникает вопрос, к которому мы, собственно, и ведем весь наш разговор про исключение. Что значит ждет, пока его кто-то обработает? И это значит вот что. Это значит, что у нас есть некий execution path, некоторая траектория выполнения. И вот из некоторого кода мы вызвали какую-то функцию, ну или метод, это все равно, любой коллабл. И этот коллабл, в свою очередь, вызвал еще какой-то коллабл, и так дальше, и так дальше. И там где-то сверху возникло исключение. Вопрос в том, когда оно возникло, кто его поймает? В каком из этих контекстов нами описанных встретится оператор trial? Если он не встретится ни в каком, это значит, что обработает Python. Собственно, вот как сейчас это происходит. Если он встретится где-то в цепочке вот этих вложенных контекстов, то тот первый контекст, к которому этот соответствующий accept подойдет, тот и обработает исключение. Мы к этому еще вернемся. А пока что давайте посмотрим просто for in что там у нас bcd возможно тут надо скобочки написать. Да? Как-то так. Ну, только не какой-нибудь там, не знаю, e. try raise e except. Ну что, значит, сначала мы ловим d, да? print d c, значит, так, d, c, b. Вот. Ну вот вам, пожалуйста, мы, обратите еще раз внимание на то, что исключение это обычные питоновые объекты. давайте даже вот тут еще напишем что-нибудь типа except exception se print e. Вот. Вот. Обычные питоновые объекты, которые мы только что насоздавали, и теперь их можем рейзить. Во втором питоне вообще можно было рейзить что угодно. Просто пиши рейз и дальше что хочешь. Правда, потом не всегда это можно было обработать, потому что все-таки протокол исключения подразумевает наличие некоторых полей у этих объектов. Вот. В третьем питоне это отменили, и рейзить можно только что-то, что унаследовано от base exception, но и тем не менее. Вот, смотрите, вот как наш код сработал прекрасно. Он заразил сначала b, оно поймалось, потом c, оно поймалось, потом d, оно поймалось, и, значит, вот... Почему-то только e не поймалось. как надо. Да, по идее, должно было, должно было принт ето получиться. Ну, хорошо, давайте так. А, ну да, там ни одного сообщения не было, да. То есть там в самом e не содержит ни одного сообщения, поэтому оно, ну, да. вот, в объекте в самом. Можно было, класс от e написать, да. Вот так. Все прекрасно, да? Теперь давайте переставим вот эту, вот эту вот в начало. как вы думаете, что-нибудь изменится от того, что мы переставили except b в начало? А, сначала на b, на c и b будет ловиться вот b на b. Да, поскольку b является родительским классом для c и d, вот этот except b сработает трижды и на класс c и на класс d тоже. В этом вся идея иерархии классов, когда мы работаем с исключением. Чтобы ловить более генерически, как это по-русски, более общего рода исключения, если мы не можем разбираться в их подвидах. Или, если мы написали код, который ловит исключение определенное, а кто-то унаследовался от нас и разнообразил вот это самое дерево исключений, мы все равно можем поймать его исключение, которое он наследовал от нашего. Вот. Ну и, соответственно, если мы его поставим посерединке, да, вот как-нибудь вот так вот, переставим местами вот это, да, тогда у нас не будет чего? d у нас не будет, да. Все так. Такие дела. У них там началось, да. вот это что касается дерева и что касается того, зачем исключения объединяются в деревьях и почему они друг от друга наследуются. Теперь относительно немножко еще вещей, которые в исключениях у нас встречаются. во-первых, есть клаузы else, которые выполняются всегда, когда исключения просто не было. ну давайте что-нибудь придумаем такого. Да? Значит, а это нам уже не нужно. Это был русский язык зачем-то. Ну давайте так, значит, а слушайте, нет, давайте мы вот что сделаем. У нас же есть вот этот прекрасный фунт. else. Да? else выполняется в... а это уберем. Здесь напишем, что там ZeroDivisionError, да? О! Вот наш код исходный, в котором мы ZeroDivisionError хватали. И мы сейчас написываем клаузу else, который выполняется в том случае, если трай прошел без ошибок, без исключений, не словил никакого исключения. Что? Фуин. Ой. О! Да, давайте тут внимательно разберемся в порядке вот этих океев. Да? Тут не все очевидное. Или вот так вот. Ой, наоборот. Вот так вот. Да? Значит, как это должно работать? Вызвали функции фунт. Фунт. исключения не было, напечатали окей. Прямо тут же, на месте. Если исключение было, у нас нету результата функции фунт, да? и поэтому мы перебили рез во что-то другое. После того, как обработали исключение, напечатали рез. Итак, на первом обороте цикла у нас функция фунт вычислится, поэтому первым делом мы напишем окей, а потом мы выведем результат работы функции фунт. На втором обороте цикла у нас функция фунт не вычислится, поэтому первым делом мы перебьем рез, а окей не напишем. И потом выведем этот самый куку. На третьем мы снова напишем окей, и потом выведем результат работы рез. Видимо, так оно и происходит. Да. Вот это первый оборот цикла, окей результат, вот это второй оборот цикла, никакого окей результат, вот это третий оборот цикла, окей результат. Else. Такое вполне естественное место. Пояснения нужны? Я думаю, что нет. И еще один, еще одна клауза, она называется finally, которая вообще всегда выполняется. Так, давайте мы, знаете, что сделаем? Мы попробуем упростить немножко картину. сейчас мы это тогда закроем временно. О, фиолетовый. А здесь напишем вместо этого print. Print. Fun. Нарушим атомарность. Print. Ку-ку, print. Окей. А если exception, то exception. и вот теперь мы откроем клаузу finally. Первый оборот цикла. Print. Результат. Print. Окей. Print. Always. Второй оборот цикла. Обработка исключения. Print. Always. Третий оборот цикла. Print. Принт. Результат. Принт. Окей. Принт. Always. Always. Клауза finally работает всегда. Я вам даже больше скажу. Она работает больше, чем всегда. Потому что если, допустим, мы давайте так сделаем один. Это все там. Минус один. Ноль. Один. Е. Нет, я соврал, да? Если мы не словили наше исключение, то слово Always не выводится. Мы сразу вываливаемся. Я хотел вызвать исключение Type Air. Я его вызвал. У меня было ощущение, что Final немножко не так работает, но видимо, видимо. А, фу, извините. Он уже вне трая лежит. Прошу прощения. Сейчас. Давайте я восстановлю, как было, и мы все увидим. Простите, пожалуйста. А потом вы спросите. Не забудьте свой вопрос, хорошо? Вот. Вот что я хотел показать. Смотрите, у нас теперь все возможные варианты. Вот. Отлично. Все возможные варианты запиханы в трай. У нас возникает два разных типа исключений. У нас возникает Zero Division Error, когда I равняется нулю. И у нас возникает Type Error, когда мы пытаемся из I вычесть единичку. Потому что I у нас равно E. И поскольку Type Error тоже находится под трай, то он попадает в клаузу Finally. И вот этот Always выполняется даже после того, как возникло необрабатываемое исключение Type Error. Потом оно возникает и все сваливается. Смотрите. Первый оборот цикла. Второй оборот цикла. Третий оборот цикла. Четвертый оборот цикла, когда I у нас равно E исключение уже возникло, но мы предварительно выполняем так называемый Cleanup Action, то бишь зачистку, то бишь клаузу Finally. И только после этого Python нам сообщает о том, чтобы возникло необрабатанное исключение. Идея моего примера именно в этом. Понятно, да, слово Always у нас выведено четыре раза. На каждом из обороте цикла выведено Always даже в том случае, если возникло необрабатанным исключением вот здесь. Ваш вопрос? Ага. Ну вот. Ну просто я как аккуратный программист разделил вот эту строчку на атомарные операции и исключение у нас возникло в атомарной операции вне по оператору Try. Что собственно и предполагалось. Но я-то хотел показать как работает Final и Final работает вот так. Так называемый Cleanup Action. Мне кажется про исключение я сказал почти все кроме одного странного момента. Весьма странного который не всегда очевиден и не все про него задумываются. Смотрите. что такое syntax error из того что у него тип type syntax error это класс у нас все исключения являются собой иерархию класс окей но я же говорил что можно сделать что-то типа syntax error а дальше собственно сообщение об ошибке а что такое вот это E а E это экземпляр класса syntax error то есть фактически оператор race ему можно передавать класс а можно передать экземпляр этого класса ему все равно ну понятно да значит если мы говорим что-то в скобочках что-то то это явно вызов какой-то вызов конструктора из этого класса мы сконструировали объект типа syntax error у которого параметры смотрите вот первый параметр это собственно вот это сообщение об ошибке кстати а что будет если скажу вот так вот а он не умеет ну значит не умеет а там тюпль там все интереснее ну короче посмотреть что там за второй параметр нет давайте не экспериментировать хорошо вот то есть когда мы говорим race race допустим все тот же syntax error то мы передаем то оператор пользуется классом когда мы говорим race syntax error с параметром то оператор race пользуется этим самым объектом ну в общем как вы видите разницы никакой просто для удобства нашего так придумано так ну-ка давайте по-другому вопрос зададим потому что я не понял где вроде бы да хотя вот видите тут у нас вообще приехало что-то странное давайте попробуем вместо exception написать а ну да выведется вот это самое текстовое сообщение да вы про это да 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 видите а если мы не задали этого сообщения то там ничего не будет такие дела вот то есть мое замечание относилось к тому что что у рейзу можно переводить и класс и экземпляр этого класса ему в общем все равно так на самом деле у нас еще есть одна тема она коротенькая значит вот вам пример почему я говорил что почему я говорил что исключение это не способ замазать ошибку исключение это возможность управлять последовательностью вычислений заранее не зная в каком месте будет находиться элемент управления вот если мы пишем и в что-то и дальше в зависимости от наличия от того есть там что-то или нет было бы у нас время мы бы сейчас смоделировали исключение путем передачи соответствующих параметров но времени уже нет вот если мы пишем и в что-то то у нас вот как вот здесь написано то у нас проверка что произошла некоторая ситуация скажем ситуация что а меньше б принадлежит непосредственно к тому месту кода в котором написано вот это устали уже все да а у нас еще одна маленькая тема впереди спасибо да значит если мы пишем вот проверяем эту ситуацию то непосредственный оператор который не глядите что здесь рейс написано непосредственный оператор который обрабатывает ситуацию что а меньше б находится в коде той самой функции в которой мы написали где мы хотим это обрабатывать если же мы используем исключение то появляется возможность отследить ситуацию там где мы это могли сделать а обработать ситуацию совершенно в другом месте кода более того вот эти объекты и вот этот код могут писать разные программисты идея не в том что вот этим эксептом мы замазываем щитые ошибки идея в том что мы договорились с разработчиком функции фунер что он разработчик бросит нам исключение если по его мнению произошло что-то нестандартное например а меньше б а мы как пользователи функции фунер вызваем эту функцию да и поймаем от нее исключение в случае если что-то не то не то произошло такие дела то есть у нас функция just fun вызывает сама по себе функцию фунер функция фунер бросает исключение и кстати может вызвать исключение zero division евро потому что здесь деление да у нас есть три разных варианта эти три разных варианта возникают в двух разных местах функции just fun и функции фунер а обрабатываем все это мы вот здесь а про это мы в общем не знаем ничего кроме того что мы что мы знаем договорившись с разработчиками что они бросают какие-то функции например в java вообще невозможно вызвать некоторый метод если известно что этот метод умеет бросать некоторые исключения не написав заранее что то место где мы вызвали этот метод тоже будет бросать такое исключение или обрабатывать его то есть там обязательно надо говорить этот самый throws если вы не сказали throws он скажет так ребят вот вы вызвали метод он бросает исключение вы нигде не написали что будете это обрабатывать в питоне разумеется такой синтаксический синтаксический такая синтаксическая жесткость жесткость не нужна вот и мы конечно можем называть чего хотим и обрабатывать и не обрабатывать исключения которые возникают но идея именно в том и состоит что мы переносим логику обработки вот этой исключительной ситуации не внутрь того места где эта ситуация может возникнуть а внутрь того места где эта логика уместна в данном случае мы в зависимости от исключения видите по разному присваиваемому значению объекту c я даже не знаю стоит ли это копипастить смотреть как работает понятно как она работает идея именно в том что исключение возникло здесь обработали здесь все я раз 6 повторил одно и то же мне кажется более понятно уже не станет вот последняя на сегодня тема осталось на нее 4 минуты последняя на сегодня напрямую связана с понятием как раз finally идея стоит в следующем предположим у нас есть такие специальные объекты работа с которыми может привести к исключению например файл открыли файл начали с ним работать а там фига какое-нибудь исключение ну не знаю попытались записать а туда нельзя или читали читали из него а там какая-нибудь ошибка или еще чего-нибудь и бац там программа слетела и слетел кусок кода и мы упали в обработчик этого исключения куда-то наверх а файл как был открыт так и остался потому что никто его не закрыл клоус никто не вызвал понимаете да то есть ситуация когда необработанное или даже обработанное исключение нарушает неатомарную логику работы с объектом файл надо открыть поработать с ним закрыть мы файл открыли начали работать с ним что-то произошло закрыть не смогли потому что тот кусок кода где написано закрыть файл просто мы не достигли в нашей программе что это значит это значит что мы где-то при обработке соответствующего исключения должны все время предусматривать клаузу final в котором будет написано закрыть файл поскольку мы все время как это поскольку мы все время должны вот это наводит на мысли, что ничего мы не должны, а должны мы на самом деле придумать специальную синтактическую конструкцию или специальный протокол в случае питона, в котором было сказано, что мы вот задаем такую штуку, эта штука называется, кстати, контекстный менеджер, в котором будут заранее определены действия, происходящие всегда, когда мы входим в этот контекст, и всегда, когда мы выходим из этого контекста, независимо от того, как мы оттуда выводились, обычным образом, по исключению или еще как-то. Вот. Собственно, два метода, Enter и Exit. Выглядит это примерно так. Вот мы говорим with, дальше open o as f. В данном случае, вот эта функция open o открывает файл, возвращает нам файл в объект, мы его воспринимаем как контекстный менеджер, про который написано, что когда мы прекратим работать с этим объектом, когда мы выйдем из него, из этого контекста, он закроется, print что-нибудь типа f.read, там лежал вот это странное слово, и файл наш внезапно уже закрыт. Вариант f равняется open, f.read. Ага, видите разницу, мы его должны закрыть пальцами. И вот теперь он closed true. Когда мы используем конструкцию с контекстным менеджером, с оператором with, with это специальный оператор Python, ровно для этого with войти в контекст, окончание выйти из контекста. Когда мы используем оператор with, мы не заморачиваемся вот этим close, потому что мы знаем, что файл и операция, в ней соответствующий метод, который называется exit, содержит закрытие файла. Ну вот у нас осталось 0 минут, но я за эти 0 минут приведу простейший пример, вот, и на этом мы собственно закончим. Так, да, значит, вот класс cm, dev, ну допустим, enter, там enter, да, какой там метод? Enter, enter, self, ну скажем, print, enter, да, и dev, exit, а там несколько параметров self, а еще там есть параметры, связанные с исключениями, которые могли бы возникнуть. Ну пускай будет звездочка args, нам какая разница. Не ergs, а args. Print, ну тут вот, скажем, exit, звездочка args. Там их, по-моему, три этих параметра. Орегс, ну надо же, тороплюсь. Вот. Там, по-моему, три этих параметра, которые, значит, туда могут передаться. Это само исключение, его параметры, параметры исключения и stack trace. Вот тот самый, который нам выводит, выводит питон, когда у нас исключение возникает. Вот кто-кто кого вызывал. With. With. c, c, m, s, c, print working. Ну, собственно, все. Print done. Print done. А, это были кавычки, тороплюсь, извините. Когда мы вызвали сам cm, мы вошли в контекст, когда мы сказали with. Дальше мы написали working, дальше мы из него вышли и дальше написали done. Да? Вот когда мы сказали, давайте вот разделим это, чтобы было c, 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 m. Чтобы было понятно, в какой момент что. Сначала мы создали контекст, ничего с ним не сделали. Когда мы сказали with, мы в него вошли и у нас вызвался enter. Потом мы что-то поделали, когда мы вышли из with, у нас вызвался exit. При этом, смотрите, эти действия мы, собственно, определили здесь. Теперь, собственно, чёрт, ещё 2 минуты. Теперь, собственно, что будет, если тут возникнет исключение? Смотрите, raise, ну, допустим, не знаю, type your. Вот так. Смотрите, начали, вошли в контекст, поработали, вышли из контекста, несмотря на то, что при работе, то есть при работе в контексте произошло исключение, но finally наше, в которой exit, оно всё равно вызвалось. И к нам приехал не только это, но и вот эти самые три параметра, да? К нам приехал type error, там приехало сообщение об ошибке, к нам приехал traceback. Правда, потом всё равно всё вывалилось. Чтобы вот этого не произошло, достаточно, чтобы ваш метод exit вернул true. И у вас просто это исключение перехватится. Ну, а тут вы сами видите, что когда вы выходите из контекста, к вам приезжают не пустые поля исключения сообщения и где, и дальше можете сами делать с этим stack trace, с этим исключением, что хотите. Всё это связано, как уже было сказано, с правильным вызовом клауза finally, ну, вернее, того, что соответствует второй except, клауза finally. Вопросы? Да. А порядок клауз в синтезе исключений, он определён просто? По-моему, никак. Хотя, возможно, нет. Сначала except, а потом всё остальное. Вот, мне кажется, что finally и else могут местами меняться. А except, как вы видите, ну, как мы только что видели, они, их порядок важен. Ещё вопросы? А около traceback, а кто такой ещё? Трэйсбэнк, ну, давайте мы его просто напечатаем вот в этой программе и на этом закончим. И это то самое, что вам выводится, это вот сейчас, где же оно тут? Вот это, это вот это. Так. Ну, давайте его просто напечатаем, да? А. Ну, traceback objects, да? Вот в него надо еще залезть. Надо еще суметь его. Ну, короче, я не умею с ним работать пока что. Может быть, в следующем семестре мы посмотрим, будем туда залезать. Но это именно вот то, что вот это вот. Вот оно. Еще вопросы? Ну все, тогда всем спасибо. Домашнее задание, к сожалению, я не уверен, что будет сегодня. И, скорее всего, оно будет в понедельник-вторник. Будьте к этому готовы. Вот. Потому что на выходных я не смогу до этого добраться.